Начало октября. Огородили территорию около жилого комплекса молодежной на Фрунзе. И начинается здесь строительство моста через одни пути. Кстати, уникальное событие. Очень редко здесь ходит тепловоз. По вот этим рельсам, по техническим. И начинается вот там сейчас строительство через одну железнодорожную ветку, через вторую железнодорожную ветку. Это подбетонные плиты, я так понимаю, конструкция. В общем, стоит кран, укладывает плиты, чтобы техника могла заезжать. Начнут забуривать сваи, скорее всего, и потом начнут насыпать насыпь. Но елки, скорее всего, все вот эти сосны срубят, я так думаю. Потому что они будут опасны во время строительства. Их может ветром просто взять и уронить и на дом, и на стройку. Поэтому посмотрим, останутся ли эти растения или не расстанутся. Вот здесь вот, может быть, уже даже в этом году будет насыпь высотой с половиной этого дома. Как минимум. Середина декабря 2023-го. Вот там уже большая насыпь. И продолжается стройка. Две колонны залили. Две колонны вот в таком вот тепловом контуре, видимо, заливают прямо сейчас. И дальше насыпают дорогу. Там уже очень много песка отсыпали. Идет строительство подъездных путей. Так что, скорее всего, к весне мы увидим здесь уже большое-большое строительство. А это уже начало января 2024-го года. Мы находимся на Горбатом мосту на Петербургском шоссе. Этот мост тоже реконструируют и будут расширять. Сейчас устанавливают сваи по бокам от моста. Потому что было раньше две полосы. А теперь будет четыре полосы. И идет вот такая большая глобальная стройка. Там вот впереди заливают подпорные стенки под этот мост, под эту эстакаду. И впереди под нами дорога, которая пойдет от Горбатого моста в сторону Западного моста. Тоже она уже частично готова. Сделаны разные дренажи, трубы и так далее. Но еще не положен асфальт. И вот вид. С перекрестка на Петербургском шоссе в сторону того моста, который будет створить Фрунзе. То есть идет глобальное такое строительство. И это все должны закончить к маю месяцу. Продолжение следует...